Сегодня 12 октября. 12 октября 1850 года в Самаре была основана община сестер Милосердия, будущий Иверский женский монастырь. К началу 20 века община превратилась в небольшой городок. Здесь было три храма, с десяток жилых корпусов и несколько мастерских. Именно здесь в 1876 году монахини вышли знаменитое Самарское знамя. Его подарили болгарским ополченцам во время русско-турецкой войны. В 1925 году монастырь закрыли, колокольню разобрали, а жилые корпуса отдали Самарской грессе Жигулевскому пивзаводу. И только в 1992-м Иверский монастырь начал возрождаться. Его вернули православной общине. 12 октября 1812 года в битве под Малоярославцем отличился уроженец Самары Василий Пяткин. Он воевал в составе корпуса генерала Раевского. За свой подвиг самарцы представили к ордену Святого Георгия 4 класса. Летом 1814 года Василий Пяткин приехал из Парижа в Самару в отпуск. Он уже был подполковником гвардии, кавалером нескольких орденов и обладателем золотой шпаги. 12 октября 1891 года Самарская газета писала о масштабной охоте на зайцев. В конце 19 века в окрестностях Самары их было хоть пруд пруди, они бегали повсюду. Особенно много косых было за Волгой. 12 октября 1905 года в разгар первой русской революции в Самаре началась всеобщая забастовка. Рано утром бастующие рабочие столкнулись с полицией и казаками. События развивались стремительно. Вышли демонстрации на улице. И вот на углу улицы Дворянской и Панской рядом с почтой произошло столкновение с казаками и полицией. В результате этого столкновения было ранено порядка 20 человек. И один человек погиб. В общем, эти события достаточно трагичные. И только после того, как царь Николай II сдал манифест, в котором даровал гражданские права и свободы, подданным Российской империей, вот эта забастовка постепенно-постепенно стала сходить на нет. И рабочие приступили уже к своим обязанностям, к своей работе. 12 октября 1968 года в Куйбышеве на городские маршруты впервые вышли новые венгерские автобусы и КАРУС-180. Каждый такой автобус мог вместить до 180 пассажиров. За большую вместительность в народе их прозвали гармошками и пылесосами. 12 октября 1999 года Самарская область посетила его святейшество Патриарх Московский в Сеярусии Алексей II. Он побывал в Христорождественском храме в селе Большая Царевщина, в духовной семинарии и в Иверском женском монастыре. Ровно 55 лет назад, 12 октября 1957 года, на экраны советских кинотеатров вышел легендарный фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». Спустя год после премьеры в 1958-м картина получила первый приз на кинофестивале в Каннах. В СССР фильм «Летят журавли» посмотрели 28 миллионов человек. Евгений Карелов, кинорежиссер, снявший фильмы «Служили два товарища, два капитана» и «Луча на повороте», человек, который произвел оперную революцию, родились в один тот же день, 12 октября. 12 октября именины Ивана. Феофан сегодня главный герой народного календаря. Издавна говорили, Феофан накинул на солнце кафтан, чтобы оно не замерзло. Приметы дня подсказывали. Если на Феофана много звезд, осень будет сухой. Если утро туманное, то до серьезных холодов еще далеко. Невзирая на приметы, хорошего настроения. Продолжим листать календарь завтра. Редактор субтитров А.Семкин